Всем привет! Передаем вам привет из университетской больницы Корио. Мы со средним сыном легли в больницу. Вернее, он лег в больницу еще вчера. С ним вчера был его папа. Да, сынок? Я не смогла сразу с ним лечь. Потому что у нас младший сын и Джон на грудном скармливании. Поэтому я ему вчера заказала смесь. Сегодня смесь уже доставили. И мы с мужем поменялись местами. Конечно, жалко такого малыша оставлять. Но мой средний сынок нужно это понимать. Да. У него целый букет вирусов. У него энтровирус, аденовирус. И вирус коксаки, все это вместе. Гремучая смесь. Мы сейчас не уходим. Я его развлекаю. Как могу. В больнице есть коляски. Можно на коляске передвигаться. Также есть для постарших дедов. Волитные кресла. Вот так вот мы с ним проводим день. У нас уже вечер. Мы с мужем поменялись еще днем. Он остался дома с двумя детьми. Со старшим сыном. И с младшим сыном, которому всего месяц. Пожелаем ему удачи. И мне давайте пожелаем удачи, чтобы мы до выписки смогли продержаться, выздороветь. И уже здоровыми могли выписаться. И поехать домой. Чтобы соединиться с нашей семьей. Да, сынок, скажи. Да, Заняша? Она ему весь опушный такой, да? Опушный. Пора нам идти обратно в палату. Скоро привезут ужин. Пора нам идти обратно в палату. Одну руку и сложно управлять поляской. Иль уже хорошо управляется с этой штукой. Даже спотыкается, но все равно ходит. Вот так. Вот так. Молодец какой. Иль кинчи. Маленький сладкий такой. Только потому, что принесли ужин. Илька от него не в восторге. Все потому, что я не дала ему рисовать, продолжить. Должна поесть, чтобы выпить лекарства. Лекарства. Иль. Сына. Посмотри на себя. Ну, хотя бы так ест. А рыбка, которая была, она где-то у нас на полу валяется. Он ее выкинул. Все-все-все-все здесь в рисе. Я тоже в рисе. И Илька тоже весь в рисе. А вот иксочек рыбы. Проказник Аэль. Ну, хотя бы так кушает. И то хорошо. Спустились с Элем на коляске больничный магазин. Здесь круглосуточный. Эта коляска невозможно управлять одной рукой. Она очень тяжелая. И колеса поворачиваются всегда не в ту сторону. Здесь еще есть всякие кафешки, кофейни. Но сейчас все закрыто. Работает только круглосуточный. Нужно взять что-нибудь перекусить на завтра. На входе, заметила, продают детское питание. Здорово. Разные напитки, сотки. Я с собой не взяла ни шампунь, ни душа, вообще ничего. Здесь продается такой же набор, как и у меня. Шампунь, кондиционер, гель для душа, умывалка, паста. И тут даже есть щетка. Вот. Я думаю, что мне нужен будет только шампунь. Да, скорее всего, возьму именно его. Тут также продают наборы зубной щетки, пасты. Есть детские. Бритвы. Мыло. И также даже детские масла разные, лосьончики. Все необходимое есть. Тут даже есть трусы. Мужские, женские. Зарядки, наушники. В общем, если что-то вы не взяли из дома, можно прийти в полусуточный магазин и все купить необходимое. Пришла я слишком поздно, полки практически пустые, ничего нет. Я хотела взять кимпап треугольный. Выбора мало. Большой выбор фруктов. Тут и бананы, и пирсики. А также мандорины. Яблоки все поштучно продвинут. Очень удобно. Виноград, помидорки. Даже черешни есть. Я думаю, может, лук-то взять. И то, что вы не увидите ни в одном обычном полусуточном магазине, в котором можно встретить в городе, это одноразовые прокладки, послеродовые. Ну и не только. Они также продают тапочки. Борзиновые. То есть здорово. Большой выбор есть. Очень много всего. Пока я хотела, выбирала. Малыш, мол, смол. Здесь уже поднимемся обратно в палату. Я его переложу в кровать. Тоже отдохну. Переложила Еля в кровать. Нужно будет поднять. Чтобы он, если ночью проснется, не упал. Если я буду в это время спать. Нужно будет закрыться. Такая вот приватность у нас. Вот, что я взяла в круглосуточном магазине. Это пин-паб со вкусом бекона и тунца. Большой 2XL. Я взяла молоко, чтобы смешивать с моими коктейлями, которыми я заменяю приемы пищи полноценные. Вот так вот они выглядят. Смарт-еда. У меня тут со вкусом лимонный бисквит и манго. Также взяла шампунь. Не знаю, правда, удаст ли мне завтра помыть голову. Удаст ли мне это сделать или нет. Сегодня я уже мыла, поэтому сегодня не буду. И маски, потому что я забыла взять с собой еще и маски. Ночью у Эля поднялась температура. Я дала ему жиропонижающее. И полночи он не спал. Мы с ним развлекались как могли. А, сейчас уже принесли завтрак. Завтрак суп, рис. Разные банджаны. Здесь рыбка. Салатик. Что такое? Кабачки. А, нет. Ну, что-то непонятное. И капуста. Будем кушать, сына. Надеюсь, в этот раз чистенько поедим. Потому что я вчера целый час все отмывала. Меняла постельное белье и купала Эля. А у меня на завтрак будет мой полноценный прием пищи. Который я могу себе позволить. Когда нет времени. Но вообще ни на что. Это моя смарт-еда. Здесь вот саше. Это одна порция. Размешиваем на 200 мл молока. Со вкусом лимонного бисквита. Одна минута и готова. Очень вкусно. Такое чувство, что я пью пченку. Идеально заменяет прием пищи. После чувствующего насыщения не хочется есть. Играет прирост. Оооо! Ооо! 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 Пришли селим на кухню, который закрепил кимпап, который вчера купила. Насколько раз уже время обеда прошло, мы еще не обедали. Здесь есть также кулер с водой, горячий и холодный, раковина. Можно выбросить пищевые отходы. Это мусорка для обычного мусора. Здесь можно стерилизовать бутылочки. А здесь после завтрака, обеда, ужина можно принести поднос и оставить его здесь. Все, готово. Ну что, сын, пойдем обедать. Он в них духе, потому что мы только что меняли повязку. Она у нас все расширалась. Все, идем, идем. То, что нам принесли на обед уже давно-давно остыло. Сейчас попробую покормить немного Еля, потому что он практически вообще ничего не ест. Спустились с Элем на первый этаж. Немножко прогуляться, развеяться, ему надоело сидеть в палате. К тому же он сонный, возможно сейчас катается на коляске и как вчера уснет. Ой, все, сидеть нельзя, нужно идти, нужно идти. Пойдем, Смак. Хочу взять себе кофе, айс американо беру. Раньше брала всегда сладкие, но сейчас только на диете, только айс американо. Тон посветающий сладкий лбов sett Натаны в колью, белой языке Разр parar, нужный ч discriminate на зелень. Субтитры сделал DimaTorzok И я вспомнила, что здесь на третьем этаже есть Такая вот крыша Можно посидеть, как раз попить кофе Подышать свежим воздухом А вот там вот у нас лежал джин С желтышкой на этом же этаже Тут закрыто, не открывается Хотя часы ощущения до 7 часов А сейчас у нас только 4 часа дня Странно-странно, ну ладно Ни судьба сына, ни судьба Так вот привозят ужин Нам тоже принесли Вот обычный рис каждый раз подают Как гарнир Но в Корее это не гарнир, это основное блюдо Сурчик с грибами Здесь кимчи Прошли раз Елька все перевернул Поэтому я не подпускаю его близко Так, здесь панчаны Мясо Сына Ааа, сына, садись Ааа, что такое? Что такое? Ну что за мальчик такой непосложный Хотела вам показать И тут получается тофу Будем кушать сына? Будем? Не надо только играться едой Бросать ее нельзя Я же даже не открываю другую еду Даю только рис Потому что кроме риса ничего не ест Аааа Ладно Вот водичка Вот так Вот так Вот так Ну что такое? Заставить этого ребенка поесть? Это невозможно Я знаю невозможно Ей возможно Песня Дима Билана Моего детства Я знаю невозможно Невозможно Я дальше не помню Давай Ааа Ааа Мам съем Мам съем Ааа Мой Ааа Аа 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 Ничего страшного поднимем Вчера полы мыли Сами Да Постельное белье меняли тоже сами Да Да На полу немножко Ничего страшного Ничего страшного Мам все подниму Мам все подниму Только я с пола не буду Ням-ням Перфекто У меня хорошая новость Вечером приходил врач Сказал что анализы Которые мы сдавали утром Хорошие И если У Эли ночью не будет температуры Высокой Если Он завтра утром Хорошенько поест Нас могут выписать Жить мне Я так рада Вы не представляете Очень тяжело Когда дети болеют У меня хоть Хорошо что муж Такой вот Трезвый на голову Он не паникует В отличие от меня Поэтому хорошо что Первую ночь Он был с Элем Не я Потому что вот Я даже на второй Третий день Плакала Когда Эль плакала Плакала вместе с ним Я очень слабый человек В этом плане Если я вижу Что моему ребенку Больно Плохо Он страдает Я Начинаю плакать Вместе с ним Стараюсь конечно Сдерживаться Но эмоции Берут вверх Но хорошо что Все уже Почти позади Скоро мы сможем Воссоединиться С моими Остальными детишками Когда их трое Нужно просто Разрываться Хорошо что Муж Эти дни не работал И был С детьми Остальными детишками Доброе доброе утро К счастью Либо к сожалению У Эли сняли Капельницу Почему К сожалению Потому что У него рука Пухла Ночью И Перестало поступать Лекарства Из капельницы Сняли И сказали Что буду делать На другой руке Чуть позже Второй раз Он будет прокалывать руку Первый раз Меня рядом не было Тогда был муж С ним Я Пришла в больницу Когда уже У него была капельница Как я буду Все это Уже Только думая О том Что он будет Плакать Все У меня Сердце Разрывается Надеюсь Что с первого Раза попадут Потому что В прошлый раз Попали не с первого Раза Ручка Маленькая Вены Тоненькие Их сложно найти Попали только Со второго Раза Надеюсь Что в этот раз Попадут Хотя бы с первого Просто я не понимаю Зачем капельницу Ставить Если По идее Скорее всего На сегодня Выпишут Вот сейчас Чуть позже Пойдем на рентген Рентген Сделают Возьмут Кровь на анализ И уже Как все будет готово Скажут Выпишут нас Сегодня Или нет И ночью Ели Кстати Температуры Не было Слава богу И правда Он Сегодня С утра Выпил молоко И его Стошнило В детском молоке Он выпил свое Которое Мы ему заказываем Выпил 140 мл И его Стошнило Прям сразу Надеюсь Что завтрак Он Поест Хорошо Надеюсь Что анализы Будут хорошие Рентген Будет хороший Надеюсь Что нас сегодня Выпишут Спустились На первый этаж Нужно сделать Рентген Но пришли мы Рано Поэтому Ходим Бродим И Эльке Вообще Раздолье Он теперь Ходит без Капельницы Не нужно Ничего Тянуть За собой Да сына Тебе нравится Свобода Действий Вот так Без Капельницы Он не мог Я ему Не давала Бегать Сына С ног Рентген Мы сделали Успели Уже Позавтракать Я приняла Душ Переделась Чистая одежда Сейчас ждем Врача Елька Уснул Пока мы Туда-сюда Ходили с ним Ура Нас Выписывают Я уже начала Собирать вещи Тут у меня Раз пакет Рюкзак С вещами Эля Здесь его Сменные вещи Вот я Потом положу Здесь пусто Здесь тоже пусто Потом буду Пересматривать Видео И пойму Что все Взяла Собирь У меня Елька спит А нужно Будет еще Подушку Зайц И одеялко Наше И мою Зарядку Все Иль уже готов Идти домой Уже вынес Свои вещи Но мы еще ждем Когда Нам предоставят Больничный счет Чтобы его оплатить И тогда Можно будет Выписываться Наш папа Уже едет С младшим братиком И повторно Кстати капель Не стали Ставить Так как Сегодня Наконец-то Выписка Спасибо Айго Апо еще не приехал, сына. Этой коляской невозможно управлять. Извини! А это совсем легко. А я хочу поцеловать вам. Мамин сладкий мальчик! Мамин маленький! Мамин и джимунчик! Ай, какой я хотела поцеловать. Понюхать. А Янчик у нас в садике. нет места лучше дома и так соскучилась по своим сыновьям по младшему по старшему наконец-то дома и так рада у меня в больнице начались проблемы с грудным скармливанием у меня не было времени на то чтобы нормально садиться я сделал один-два раза в день то понемножку и из-за этого немножко у меня сначала случился лактостаз и потом когда я уже начала потихоньку сцеживаться сцеживаться по чуть-чуть понемножку вы же знаете спрос это предложение если немножко сцеживать то есть следующий раз придет немного налога утром прикладывать его как можно чаще надеюсь что вернется что молоко вернется всего лишь два дня за два дня просушил то чего я боялась и джин вовсю кушает бывает себе молочком возьми салфетку пожалуйста влажную и вытри своему брату носик этот опять что-то недовольный сопливит не вытирает рука в себя хорошо для ли тоже бить не на для ли пинать не надо для ли пинать нельзя и маму бит тоже нельзя вытри мы начали такие хорошие мы еще на контрольный прием пойдем на следующей неделе ну все больше ничего милее в этом ролике не увидите спасибо что досмотрели это видео до конца прощаюсь с вами до следующего видео